Привет, мой друг! Как твои дела с тобой? Давай! И сегодня нас ждет очередной выпуск очередной табачной смеси. Я ее, в принципе, прокурил, могу много что про нее сказать, но давай-ка немного начнем с другого. На данный момент чайных смесей в нашей коленной культуре довольно-таки очень много. Этот факт отрицать нельзя, это замечать тоже нельзя, потому что любой чайный продукт является частью нашей индустрии, хотели бы мы этого или нет. Никуда мы от этого не денемся, но меня единственное, что радует, что многие чайные смеси, в принципе, почти все чайные смеси, которые хоть немного заметны на нашем рынке, в нашем поле зрения остаются хорошими продуктами, просто они на любителя. И сегодня у нас, вот так покажу, чайная смесь табу от компании Нуб. Да, все верно, кальянная компания, которая делала кальяны, теперь еще и делает чайную смесь. В принципе, это не удивление. На самом деле, очень много компаний, которые изначально зашли в нашу кальянную культуру, как производители кальянов, в итоге делают какой-то, так сказать, курительный продукт. Это может быть табак, либо чай. Перечислять я могу просто бесконечно. И ты, наверное, спрашиваешь, блядь, а почему у тебя два бокса? Почему один большой, а один маленький? Я расскажу тебе хорошую весть. Этот бокс мы с тобой разыграем. Маленький бокс мы с тобой разыгрывать не будем. Почему? Потому что, во-первых, мы его вот так вот открываем. Да, он открывается пизже, чем большой бокс, который мы разыгрываем. Здесь у нас лежит табачок табу. Как ты видишь, многих патчек уже нет, потому что мне нужно было как-то знакомиться с продуктом, и я их прокуривал. Здесь лежат вот такие вот очки, лежали. Они сейчас на мне. Поэтому я его не буду разыгрывать именно этот, а разыграю другой, и о нем мы сейчас поговорим тоже. Давайте начнем с этого бокса. Это довольно-таки приятный бокс. Вообще, компания Табу довольно-таки интересно себя представляет. У нее довольно-таки крутые дизайны. Они яркие. И кто хоть раз заходил в магазины, наверное, обращали внимание, что табу на полочке, правильно, конечно же, поставлено на полку, очень сильно захватывает внимание. И ты хочешь или не хочешь, но ты на нее смотришь. Вообще, скажу так, дизайн упаковки играет большую роль на продаже вашего продукта в магазине. Объясню почему. Когда ты заходишь в магазин и видишь абсолютно серые продукты, темные, там какие-то серые, и тут-то появляется что-то типа подобие табу, и ты хочешь, не хочешь, но она вот тебя вот немножечко так завлекает. Это такое, что это такое? Даже если ты это не купишь, ты поинтересуешься. Это очень здорово. Вот так вот. Человек никогда ни от чего не отказывается. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Конечно, с Зигмунд Фрейдом я здесь не согласен. Он, по моему мнению, немного неправ во всем. Теперь идем к нашему разыгрываемому боксу. Он открывается довольно-таки интересно. Ты вот так приподнимаешь, открываешь. И в этом боксе... Сейчас, секунду. Вот так. И в этом боксе тебя ждет вот такая вот брошюрка. Здесь, собственно, вся палитра вкусов. Я их примерно почти все прокурил, за исключением виноградов и еще некоторых мною не очень любимых вкусов. И, конечно же, один вкус я оставил прямо на обзор. Это коронстик. Кукуруза. Кукуруза, по идее, довольно-таки должна быть крутой, потому что испортить кукурузу довольно-таки сложно. Что мы видим в этом боксе дальше? В этом боксе мы видим Зигмунд Фрейд. Книжечка. На самом деле, я не фанат читать книги, и по мне очень заметно, что я не очень много читаю книг. Потому что у меня очень маленький словарный запас, на самом деле. Я иногда плохо могу соединить какое-то мнение в одно предложение, потому что также не хватает именно книг. Если вы думаете, что книги вам нахуй не нужны в жизни, можно их послушать, то это не так. Надо читать. Поэтому, надеюсь, выиграет чувак с таким же словарным запасом, как у меня, который не сможет какие-то свои мысли правильно высказывать. И, прочитав книжечку «Я и Оно», он немного пополнит свой запас. Открываем дальше. Ой. Ой. Да. Здесь лежит пачка. Здесь же у нас намного больше табака, чем в том боксе. Поэтому я и решил это разыграть. По причине того, что, в принципе, табака у меня и так много. Почему бы мне не отдать его вам? Согласитесь? Все правильно. Как это выиграть? Заходи просто ко мне в Инстаграм и чекай условия. Там все очень просто. Заходишь в мою инсту и чекаешь мои истории. Там будет правильная такая история, где ты все поймешь. И там будет сказано все, что нужно сделать, чтобы этот бокс выиграть. Так вот. Что я вам хочу, в общем, сказать? Давайте мы пока их красивенько уберем. И, как я и говорил, что упаковка довольно-таки крутая. Она еще и очень удобная. На самом деле все очень просто. Это вот так вот и вот так вот. И, собственно, у тебя все открылось. По моему мнению, самая крутая и прикольная упаковка, мне кажется, выиграла бы компания Берн. Потому что у Берна это очень круто сделано. Нет надрывной линии. Меня это немного напрягает. Но я всегда могу откусить кусок зубами. О-о-о! Ну, кукуруза. А я думал, будет что-то подобие бандюэли. И только сейчас я понял, что это корнстик. А я как это подразумеваю по запаху? Это кукурузные палочки а-ля читас. Только более приятные. По аромке немного кислят. Довольно-таки теплые. И... Эх... Не хочу это говорить, но... Основная нотка кукурузы в этом вкусе потеряна. Так, чайный лист довольно-таки жиденький, жесткий. Не сказать, что пластилин очень хорошо текстура видна. Это у нас здесь что? 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 Семечка. Семечка. Бля, я находил всякую хуйню в табаке. Но семечки... Походу в цеху работают бабы-любители семечек. Так, идем дальше. Ладно, не будем на этом заострять внимание. Всякое бывает еще одно семечко. Короче, это уже интересно. Так, спецы по чаю варенью. Давайте, скажите мне, что это такое? Сейчас я это раскалю. Даешь, ебаный, попкорн, ебать, это же кукуруза, хули я мозги ебу. Да ебаться, не да ебаться, да ебаться, не да ебаться, не знаю. Короче, все хуйня. В принципе, все очень здорово. Прямо круто. Так, вот так уголечки у меня в принципе уже стоят, так что даже паузу не будем делать, все одним дублем, одним кадром, потому что по-другому Дава не умеет. Так, а кстати, кто заметил, что у меня здесь сейчас стоит на столе? Вот кто обратил внимание? Да, это механика, но почему она такая короткая? Все верно, это новая модель. Это мини-версия механики. И я очень этому рад, потому что стандартная модель с моим типом съемки немного не влазила в кадр, и меня это напрягало. Наконец-то все у меня залазит. Так, когда я говорю, да, да, я разочарован во вкусе, очень разочарован, но при этом я немного вижу вперед, что он сейчас наконец-то раскроется. То есть то, что мы сейчас прокуриваем, мы прокурим верхний слой, который обычно говняный. Ча в принципе не отдает. Он в принципе не отдавал, во всех вкусах вкусы более-менее чистые. Но в десертных вкусах, мне кажется, вот прям там чая жестко не хватает. Мне кажется, мы не сможем до конца раскрыть потенциал кукурузы, а именно компания Табу, потому что они сделали коронстик. Хотя, хотя, ну, это коронстик. Типа, Дава, иди нахуй, не выебывайся, блядь, Дава, иди нахуй. Это коронстик, это такой вкус. Ты его куришь, и он тебе неприятен, потому что это не кукуруза, это коронстик, иди нахуй. Хуй с этим коронстиком, я вам скажу так. Табу изначально когда я ее начал прокуривать, я немного к ней относился с таким недоверием. То есть, я думал, блин, вообще, в принципе, с любым чайным брендом, с которым я как-то взаимодействую, мне не очень это нравилось. Все равно, где-то во мне остался старый консервант, ворочливый, который не воспринимает все эти смеси, хотя, в принципе, чайные смеси я люблю. Конечно, мой консерватор, внутри меня, старик, занудный, нудный, все-таки вынудил меня полностью перейти на фольгу и отказаться от коллаудов. В этом он выиграл, но с чаем он пока не выигрывает и, скорее всего, не выиграет. Поэтому, табу, вполне зачетный чайный продукт. Как по жаростойкости, так и по крепости. Курится довольно-таки хорошо. Ценовой сегмент максимально доступен. И если ты просто куришь и не зацикливаешься на том, что это чай, то это вполне одно и то же, что и легкий кальянный продукт. То есть, куря табу за его смешные деньги, но с крутыми технологиями, ты получаешь больше ощущений, чем ты будешь курить какие-нибудь ноунеймовские турецкие продукты, купленные вообще за гроши. Я считаю, что, в принципе, если ты не можешь позволить себе купить Танш, наш там, блядь, что-то еще, то покупай чай и не еби себе мозги и еще докупи к нему фрегата и будет тебе, блядь, счастье. Боксик мы этот разыграем. Ты знаешь, что делать. Как только выйдет обзор, ныряй ко мне в Инстаграм и нет-нет, его проверяй, потому что в течение часа, может быть, сразу выйдет инфа о розыгрыше. И эта инфа о розыгрыше будет доступна только лишь 24 часа. Поэтому дерзай. Это был Дава Дым, это был Табу, от компании Нуб. Всем пока.